Дорогие девушки, здравствуйте, меня зовут Анна, и я свахов Оксана Лав. Не могу дождаться, когда сегодня вы познакомитесь с этим прекрасным мужчиной. Зовут его Артуро. Артуро у нас архитектор. Артуро – бизнесмен, человек, который всегда ищет какие-то новые инновации, поддерживает новые идеи. Артуро – прошлое, конечно, очень интересное, но ещё интереснее нам его настоящее. И его будущее, которое уже наступило, и принесёт и приносит всё, чем сейчас Артуро занимается, огромные успехи. Артур здесь с нами сегодня, чтобы встретить ту единственную и неповторимую девушку, женщину, которая разделит с ним всё, что у него внутри, и чем он готов также делиться с вами. Давайте познакомимся с Артуро. Артуро – alright, so finally, it is a pleasure, a pleasure to see you here with us, Артуро. How are you doing today? Артуро – thank you, my pleasure too. I'm pretty good, I'm excited, full of hope, so that's what I'm doing. Okay, yes, it is amazing to see you here, you're all dressed up and you're ready to be presented to a lot of ladies and with possibility, with our help, with your charm, to find that only, only one. Девушки, разрешите вам представить Артуро, мы будем о нём сейчас узнавать. Артуро – у нас мужчина очень интересный, конечно, у него есть интересные моменты его жизни, но, наверное, нам будут наиболее интересные моменты его жизни сейчас, что она из себя представляет. Но давайте всё-таки узнаем, откуда он у нас такой красивый, такой улыбчивый, и тогда уже узнаем, чем он сейчас занимается, чем планирует заниматься, потому что это очень-очень интересно. Артуро, I'm saying that normally I take a lot of time asking questions about your past, your background and stuff, but I think in your case you have such an interesting present, whatever you are planning to do or what you are doing right now, that we're just going to cover very quickly a couple of things for our ladies to actually to get to know you better. So I'm asking you, of course, because you have a slight accent, so I'm asking you, where are you originally from, where you live right now? Give us a quick fact about yourself. My name is Arturo. I was born and raised in Mexico City. I got an architecture degree from there. I moved to the United States when I was 26. That's over 35 years ago. Right now I'm living in Evansville, Indiana. All the United States, that's where I live, Indiana State. And my job is manufacturing supervisor for the last 30 years. That's what I've been doing. All right. Very short facts, but I'll add all the details, because some of the places, which Arturo is now called, they are just extremely interesting and beautiful. And I was in all the places, which he is now called. He is from Mexico. He is a Mexican, a Mexican, a hot bloodline, a Latino. Arturo, I understand, Arturo is born in Mexico City. It's a wonderful city. It's a wonderful city. The country, who has been here, I recommend it. It's absolutely beautiful. просто и красивая архитектура, и история просто невероятная, получил он у нас образование архитектора и приехал в Америку уже на постоянное место жительства, когда ему было 26 лет, это немножечко больше, чем 30 лет назад, приехал он в Чикаго, в холодный Чикаго, расскажу вкратце, начинал он, можно сказать, с ничего, знаете, как все, наверное, эмигранты, которые приезжают в новую страну, то есть он знает, как это, что это значит, и как сложно это начинать с нуля, вот, сейчас он у нас работает, он управляет процессами, логистики и распределения конечного продукта на заводе, алюминиевом заводе, живет он у нас в Индиане, красная природа, прекрасная погода, очень много места, и очень милый, уютный аэропорт в Эвенсвилле, аэропорт Эвенсвилл это город, это не маленький городишко, то есть это центр, но в то же время он очень уютный и очень приятный, сейчас мы поговорим о том, что у него происходит в жизни сейчас, чем он занимается, чем планирует заниматься. Артура, now, we're going to be talking about your present, because your present is the most interesting part. I said that about your few facts, and that you're from Mexico City, and then what you work right now, but you said that something recently changed, and your career path, and your business-wise, you decided to go a little bit different direction, what it is, and why? Yes, well, I'm in the process, since last year, I started developing a luxury candle company, per se, I'm in the process to put it in the market, I have already an order in place, and I'm having an agency, marketing agency, helping me with the marketing online, I have the orders already placed, and because of that, I'm traveling to different places, I have to go to LA, to Texas, to Miami, to go to different places and get all the business started. Значит, Артур у нас сейчас занимается развитием бизнеса. В прошлом году он решил заняться чем-то еще, и он занялся сразу же несколькими проектами. Вот один из них, он создал линию люксовых свечей с запахами для дома, для декорации. Свечки посвящены одному очень прекрасному месту, о котором мы чуть позже поговорим. Вот, и Артур занимается этим уже довольно-таки серьезно, то есть он сразу же решил этим заняться так довольно серьезно. На него работает компания маркетинговая, и он занимается уже продвижением, уже производством, у него уже полностью все готово, и он сейчас путешествует много, в Лос-Анджелес летает, в Майами, вообще по штатам, и именно занимается продвижением уже своего готового продукта. Артур, I'm saying that this was like a slight preview. And besides that... Okay, besides that also I have a business in the real estate market. I have several properties in Tulum, Mexico. I went on vacation there two years back, and I like the place. Even though I'm from Mexico, I've never been there before. And when I visit, I got in love with the place. So I bought a house, then I bought a studio, then I bought five hectares of land, and we have different projects that's going to be in the future. My goal is for next year to retire from my regular job that I'm in right now and live between Tulum and Indiana, going back and forth, developing these properties and using my architectural skills and my experience in Mexico when I was working over there too. Okay, girls, наконец-то мы пришли к тому, к чему я долго шла и вела этот разговор. Я буду перечислять ту недвижимость, которую наш Артур приобрел в прошлом году, которая уже приносит ему пассивный доход, которую он будет развивать в ближайшие годы и планирует оставить свою работу, вот эту вот сейчас, которой он занимается уже много лет, и заниматься чем-то более интересным. Значит так. Девушки, кто знает, где находится Камкун? Кто знает, где находится Меридо? И кто знает и хоть когда-нибудь бывал вместе в Мексике, которое называется Тулум? Это что-то неповторимое. Я думаю, может быть, одно из самых красивых мест в Мексике. Органик, все органическое. Маленькие бутик-отельчики, все про йогу, про медитацию. Очень люксовое место, где многие инвесторы мечтают приобрести землю или недвижимость, потому что оно становится все более популярным именно среди таких небедных иностранцев и небедных людей, кто живет в Мексике. Итак, значит, в месте, которое называется Тулум, в прошлом году наш Артура купил дом, который уже сдается. Купил, значит, однокомнатную квартиру, которая уже сдается, приносит ему доход. У него есть земля в 5 гектара, который планирует построить резиденцию тоже на сдачу. У него есть еще одна земля тоже в Тулуме, где он планирует сделать строительство. У него два участка земли в закрытой резиденции в Мерите, где они тоже будут строить прекрасные виллы, издавать эти виллы. И у него есть два участка земли в Канкуне в закрытой резиденции в охраняемой, где они тоже будут строить дома, квартиры, что он там будет делать на сдачу. То есть мужчина у нас полностью обеспечил себя, я уже могу сказать, сейчас, потому что даже сама земля стоит сейчас просто очень хороших денег. Но и, конечно, места просто шикарные. И Артур рассказал, что он планирует жить вот с этими всеми проектами, плюс у него его свечи, которые он будет сейчас продавать. Я знаю, что у него 100% получится этот бизнес, он уже у него получается. Эти свечи, они как раз именно про это место Тулум, про что-то такое, знаете, спиритуальное, такое медитативное, расслабляющее вот хоум декор. Конечно же, и дом у него еще. И в Эвансвилле, у тебя есть дом, тоже? В Эвансвилле, в Эвансвилле, но я живу здесь уже 7 лет. И это очень большой дом для одного человека. Девушки, у него, конечно же, сейчас он живет тоже в своем доме. У него в Эвансвилле свой дом, дом, знаете, такой викторианского стиля. Внутри Артур сделал очень такой модный, современный ремонт. Но говорит, что все равно нужна, конечно, нужна женская рука, нужна женское сердце, женская душа, чтобы картину на стену повесить, я не знаю, декорировать, сделать дом более уютным. Наш мужчина покупает то, что он хочет и что ему нравится. Не прекрасно ли это? Увидел дом, который на продаже, зашел, посмотрел, безумно классно, красиво. Все, берем. Так что наш Артур вот такой, горячий, горячая кровь латинская. Он знает цену хорошим вещам. Он понимает, что, значит, хорошие люди, хорошие друзья и любимая женщина рядом. Прежде чем я буду спрашивать у него, почему он же с нами здесь и кого он ищет, давайте все-таки узнаем, какие у него еще хобби. Потому что любой проект, который, я думаю, даже вам придет в голову, Артура с удовольствием осуществит или поможет вам осуществить ваш проект. Артура, I'm saying that maybe if you meet that perfect, the one, that only woman, who also have a little bit like entrepreneur mindset, and maybe she will have some ideas, you know, how to create something. You will help her without any problems, right? You like fresh ideas. That's what I see. Yes, yes. Me, being a non-American, being a foreigner that moved here, I really understand when somebody has to come and learn new ways. Since going to the bank, put gas on your car, use the washer and dryer. I mean, I went through all those things already. So I completely understand when somebody would come and try to learn all those things. So to me, it's something that I'm aware of. if somebody is coming from overseas, I need to be really sensitive of helping, teaching, being patient. And because that's what I did. Somebody help me, and I need to help in the same way. Yeah, вот Артур молодец. Он так и сказал, что он сам был вот в этой ситуации, когда он начинал с нуля, когда ему приходилось учиться в другой стране абсолютно. Он приехал абсолютно без языка. Вот, и он говорит, что он на самом деле очень понимает и будет поддерживать, будет делать все возможное, чтобы помочь девушке, женщине, его любимой, даже если она прилетит к нему с другой, с другого... С другого материка он поможет ей даже такие маленькие моменты, как, я не знаю, научиться даже в банк пойти, машину заправить, что-то еще, просто даже каждодневные вот эти мелочи жизни, которые он поможет во всем, поддержит, ну и, конечно же, в ваших идеях. Артура, what are your hobbies? Well, I obviously I like business things, but I like to play tennis, I like to explore. That's one of the reasons I'm moving to Tulum. You know, going to the Mayan ruins, swimming in the cenotes, swimming on the beach. I like to surf on the internet looking for innovative products. I also like to find out about alternative energy sources for houses, just because of my background, like wind, solar, and energies for houses, new materials that we can use, especially in Tulum, to deal with the extreme heat that we have over there. That's what I enjoy doing. Of course, normal things like going to movie theaters. I like to dance. I like going to the opera or classic concerts. And, you know, I guess just normal things that I don't do that much right now because I'm alone. And sometimes I don't feel comfortable being with couples and just being by myself. So that would be something that I would really appreciate with somebody that would be willing to help me go out and do things together. Enjoy lives, really. That's what it is. I'm looking for a partner. I'm not looking for somebody that is better than me or lower than me. It's just a partner, a complement that we can share our goals, that we can encourage each other, that, you know, knowing that in any relationship we're going to have problems. But at the end, what it counts would be respect, understanding each other and, of course, compromising and love. Девушки спросила Артура про его хобби, и он нам сразу рассказал уже и про все, почему он здесь. Давайте с хобби начнем. Ну, занимается он теннисом, любит путешествовать, любит видеть, узнавать разные места. Говорит также, что нормальные обычные вещи, каждодневные, как пойти в театр, в кино, на оперу, в какой-то музей, на выставку. То есть активный образ жизни занимается и спортом, и занимается какими-то, любит ходить, посещать какие-то культурные мероприятия. Также, ну, понятно, что одно из его самых таких важных хобби, он бизнесмен. Ему нравятся разные инновационные идеи, и он частенько в интернете ищет какие-то инновационные именно технологии, которые можно применять в повседневной жизни. Как-то какие-то альтернативные материалы, может быть, из которых можно строить. Энергия солнца, которая может быть использована, именно как-то интересно, знаете, не так, как оно все это привычно нам. И все вот это вот инновационные, вот эти вот идеи, он вообще планирует применять в строительстве своего, своей недвижимости, которая вот как раз находится в Тулуме в основном. Ну и, конечно же, Артура говорит, что он с удовольствием всем этим занимается, но вот эти, конечно, такие моменты, как сходить вместе в театр, куда-то поехать, что-то узнать, конечно, ему нужна та одна единственная, та неповторимая. И он говорит, что ищет именно отношения таких, знаете, партнерских, в смысле, что два человека на одной волне, то есть наслаждаться жизнью, куда-то путешествовать, вечно какие-то новые идеи, что-то придумывать вместе, не знаю, строить, украшать, вместе посещать, выходить даже там куда-то с друзьями. То есть он именно хочет какие-то вот именно отношения, где два человека друг друга понимают. Он понимает, да, что, конечно, отношения – это не все, что так пальцами щелкнуло у тебя, хоп, сразу же с самого начала все это понимание. И он знает, что, конечно, нужно и терпение, и какое-то друг друга желание, умение понимать, общаться, слушать друг друга, поддерживать. Хочу сказать, что мужчины, которые приходили в наше агентство именно с бэкграундом из Мексики, разлетаются, как горячие пирожки. Извините за сравнение. Ну, просто действительно, именно этот менталитет немножко похожий на наш, вот какой-то, знаете, где мужчина знает свое место, он умеет быть мужчиной в семье, и он ищет женщину, именно женщину, которая есть такая женственная, женская душа, и которую он будет благотворить, поддерживать, и делать для нее все возможное, включая романтические поступки, подарки, путешествия. И Артура умеет и любит танцевать, так что те девушки, кто любит танцевать, пожалуйста, тоже обратите внимание на нашего жениха Артура. I'm saying that you are a perfect man. You have a business mind, you're adventurous, you're fun, you are stable, and I believe any woman with you will feel secure. But also fun, you know how to enjoy your life, and you know if you like something, if you want to achieve it, you go for it. That's why you are here with us, because you know that you are ready to meet that perfect woman, that love of your life, and I'm pretty sure that when she sees this video, and sees you with your, you know, your posture, your smile, your confidence, I'm 100% sure that this, only that one is watching this video right now, and she will appear. And I want to thank you, and I have a huge respect for you, and I see your good heart through your eyes. Thank you so much for being here with us today, and I wish you best of luck meeting the perfect one. Well, thank you for your help, and yes, I'll be waiting for the woman.